В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Звучат первые предложения по взаимодействию с муниципальной властью в интересах развития малого бизнеса. Мы бы видели 75% от прироста налоговых платежей от малого бизнеса, превышающих уровень предыдущего периода, можно сохранять в местном бюджете. Или 50% налога на доходы физических лиц, превышающих уровень предыдущего года, оставлять в бюджетах по месту регистрации компании или по месту жительства физического лица. Извечная проблема сферы ЖКХ. В рамках правительственного часа профильный министр Игорь Годзиш отчитался о результатах отопительного сезона и начале подготовки к следующему. Кредиторская задолженность перед энергетиками составляет более 6 миллиардов рублей. Сегодня организации, которые поставляют ресурс, имеют право на так называемую выпадающую задолженность предъявлять регулятору и просить увеличения тарифов. Рост тарифов ведет к росту неплатежей. До населения нужно доводить информацию о том, какая задолженность сегодня есть. Оценку работы ведомства дали депутаты. Уже несколько лет подряд областной бюджет выделяет деньги, как мы называем, вульгарно, на прохождение зимнего периода. И многолетний опыт показал, что, во-первых, муниципалитеты привели в порядок документы. И мы чуть-чуть, небольшими шагами начали сдвигаться с места в наведении порядка в коммунальной инфраструктуре. Непрерывный процесс и в сфере образования. В школах уже началась подготовка к новому учебному году. Почти 100 миллионов рублей только муниципальное образование выделяет на текущую подготовку к новому учебному году, связанную с ремонтными работами. Серьезные вложения в отрасль поступают и из федерального бюджета. В этом году на строительство школ и детских садов области выделено более 760 миллионов рублей. Работы ведутся на 15 объектах. Два из них в Подюге и Урдаме планируют создать к концу года. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. 580 километров. Такова общая протяженность дорог областного центра. Но перепады температур, осадки дают о себе знать. Ямы и трещины требуют срочного ремонта, который продолжается уже несколько недель. Репортаж Артемия Заварзина. Текущий ремонт дорог после зимы в этом году включает в себя несколько десятков адресов в разных округах города. На борьбу с несовершенствами автомагистралей вышло муниципальное предприятие Архкомхоз. Силами его специалистов ямы и трещины исчезли на нескольких сотнях квадратных метрах дорожного полотна. Места трудовой славы Архкомхоза – улица Силикатчиков, что в округе Варавина-Фактория, и улица Ленина в Майской горке. В списке также значатся и стратегически важные объекты областного уровня, например, улица Сибиряковцев. Сначала происходит презерование участка, потом приметание и фроливка обитонной мастикой. Дальше закладывание асфальтобетонной смесью типом Г и дальнейшее уплотнение его речным катком. На передовую дорожных работ вышли и специалисты предприятия АКСУМ. На улице Теснаново подрядчик выполнил фрезерование асфальтового покрытия с последующей укладкой новых слоев. Еще такие работы проводились на улице Урицкого, на улице Тиме, от Смольного Буяна до Урицкого, на перекресток проспект Новгородский-Урицкий, улица Гагарина в районе предмостной площади. Кстати, ремонт на улице Гагарина в районе Кузнечевского моста не проводился с 2007 года. Теперь новый асфальт появился на участке почти в 2000 квадратных метров. Большое спасибо им. Пусть трудятся так же. Удачи. Спасибо, что они в выходные дни трудятся. Причем трудятся и днем, и ночью в две смены. Таков график рабочих. Но если специалистов у города хватает, то средствами Архангельск располагает небольшими. Этой весной для реанимации дорог городской бюджет выделил более 100 миллионов рублей. Но чтобы привести в порядок все дороги, нужно не менее 3 миллиардов. Источник финансирования известен – областной дорожный фонд. Правда, сегодняшняя методика распределения средств между муниципалитетами, мягко говоря, несправедлива. Из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск получает всего 70 миллионов. Это, конечно, капля в море. Это точный, минимальный ремонт. Для сравнения, в 2008 году на город было потрачено на ремонт дорог из всех источников города, области и федерации почти 1,5 миллиарда рублей. Замороженная и программа развития Архангельска как областного центра, которая также могла бы финансово помочь в решении вопроса. С предложением восстановить ее работу к губернатору обратились мэр Виктор Павленко и депутаты городской думы. Ответа пока нет. При том, что... На данный момент в мэрии города имеется 4 проекта по капитальному строительству реконструкции автомобильных дорог города Архангельска. Общая сумма 768 миллионов рублей. Данные проекты получили положительное заключение государственной экспертизы. Все эти мероприятия мы планировали реализовать в рамках программы Архангельска как областной центр. Но поскольку данная программа была, скажем так, приостановлена на 2014 год, мы фактически не приступили к реализации этих проектов. А для Архангельска как административного центра области эти проекты крайне важны. Здесь проживает треть населения региона. Имеется множество объектов как областного, так и федерального значения, что создает двойную нагрузку на дороги города. Ремонт дорог областного центра муниципалитет продолжает своими силами. Работы ведутся на улицах Чкалова, Кировской, а также на Ленинградском проспекте. Архангельск, Новодвинск, Холмогоры и вновь Архангельск. Сегодня был открыт четвертый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Располагается он на Воскресенской, 12. Спектр услуг, который будет оказывать центр, неизменен. Регистрация прав на имущество, получение российского или заграничного паспорта, сертификата на материнский капитал. Всего 54 позиции. В новом центре жители будут обслуживать два десятка специалистов. Как показывает опыт предыдущих МФЦ, на решение любого вопроса уходит в среднем не более 15 минут. Человеку, который обращается за услугами, главное, чтобы было удобно, комфортно, доступно. Желательно без излишних денежных финансовых затрат. Эти условия мы, конечно, создаем. В целом, можно сказать, уже за первые полугодия текущего года многофункциональные центры, которые есть на территории нашей области, обратилось уже более 25 тысяч человек. Работает новый многофункциональный центр в будние дни и по субботам. Уточнить график приема населения и получить интересующую информацию можно по телефону 657-001, а также на сайте www.mfc29.ru. Сегодня в рубрике «Тема дня» мы поднимаем достаточно острый вопрос, связанный с качеством перевозок в автотранспорте. Чтобы сделать поездки в общественном транспорте комфортнее, агентствам по транспорту инициированы профилактические мероприятия «Автобус» и «Культурный автобус». А что думают о качестве обслуживания в автобусах «Архангелогородцы»? Об этом узнаем из традиционного опроса Александры Гореловой. Нет, нет. Вообще ничего не устраивает. Безобразие. Курят, разговаривают, поэтому безопасность ужасная. Страшно ездить. Шофер должен смотреть людей возить. А то он разговаривает с другими по рации. Это очень опасно. Да нормально вроде. Я с экономией сюда езжу. Я сам не местный. Я с Мурманска. Мы там на судне стоим. На экономии ездим. На 70-ке. Нормально вроде. Нет, не устраивает. Я на девятке езжу на дачу. Ее постоянно нет почти. Выходные вообще. Я езжу на перекладных. Ужасно ездить автобусы. Потому что мешают даже. Выезжают так бескультурно. Я сейчас езжу редко. Но, конечно, не очень устраивает. Мы даже с ребенком ездили в поликлинику. Не успели выйти из автобуса. Потому что водитель только открыл дверь и тут же закрыл ее. Мы пока готовились. Мы кричим «Подождите, остановитесь». Мы не успели выйти. Ну вот остановились. Мы вышли. Даже такой случай был. Жалобы и претензии со стороны горожан в адрес водителей общественного транспорта, к сожалению, очень распространены. Мы попытаемся посмотреть на ситуацию с другой стороны. И в качестве эксперта сегодня у нас выступит председатель Архангельской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Наговицына. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, в адрес водителей поступает немало претензий и жалоб на некачественное обслуживание. Претензии самого разного рода. От того, что некачественная была перевозка, либо некультурно пообщались с пассажирами, или не вовремя захлопнули двери. Как Вы считаете, в чем причина такого обслуживания? И можно ли решить эту проблему? Действительно, в областную организацию профсоюза поступают жалобы от жителей на плохое обслуживание пассажиров. У нас очень сложно организована работа общественного пассажирского транспорта. Очень много автобусов на линии и на остановках также. Водители допускают гонки за пассажирами, нарушая дорожно-транспортную дисциплину, совершают аварии. Все это связано с тем, что до конца наша проблема организации транспорта еще не решена. Люди получают заработную плату ниже, чем по области. И водители, и кондукторы. Поэтому они осуществляют эту гонку, чтобы побольше собрать дохода и получить заработную плату, соответственно, уже повыше уровня. Очень большая у нас текучесть кадров, поэтому люди приходят работать разные. Работодатели мало занимаются воспитательной работой с работниками пассажирского транспорта, и с кондукторами, и с водителями. И действительно, для того, чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, нужно заниматься этой работой. Нужно разъяснять людям, воспитывать их, чтобы они понимали свои задачи и цели. Ольга Дмитриевна, скажите, в свою очередь, сами водители, с какими проблемами к вам обращаются, в вашу организацию? Главная проблема для водителя, это, конечно, заработная плата. И мы, как профсоюзная организация, обязаны помогать людям в том, чтобы они получали достойную заработную плату. Потому что работа на автобусе, она непростая и для водителя, и для кондуктора. И у нас очень много случаев, когда мы обращались в суды, и наши водители-кондукторы получили заработную плату в соответствии с отраслевым соглашением, которое предусматривает, повременно премиальную оплату труда предусматривает эта система. То есть водитель у нас должен быть спокойно, сидеть за рулем, осуществлять свой график работы, и не надо ему ни за кем гнаться, и тогда и на улицах у нас наступит порядок и покой. Будет решение проблемы, да? Будет решение проблемы. А что мы посоветовали гражданам, которые хотели бы обратиться с жалобами? В какую организацию, куда обратиться? Граждане могут обратиться и в областную организацию профсоюза, а также есть центральная диспетчерская, и также есть службы в мэрии города Архангельска и в агентстве по транспорту администрации области. Эти телефоны все можно увидеть на сайте этих организаций. Ольга Дмитриевна, спасибо за Ваши комментарии. А я напомню, у нас в студии была председатель Архангельской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Наговицына. Продолжит выпуск новостной дайджест. Информация короткой строкой. За счет средств обязательного медицинского страхования, процедуру экстракорпорального оплодотворения ЭКО в прошлом году прошла 51 северянка. Еще 195 женщин получили высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2014 году такую возможность получат 400 человек. Столько квот выделено для процедуры в нашем регионе. Эффективность искусственного оплодотворения в Поморье в 2013 году составила порядка 26%. У старшеклассников Архангельска начались военные сборы, которые продлятся до 30 мая. Юноши познакомятся с требованиями призывной комиссии, условиями прохождения военной службы по призыву и контракту. Цель проведения сборов – закрепить военные знания и навыки, приобретенные при изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Основы военной службы». Сумма в размере 1 млрд 918 млн рублей поступила в регионы на развитие города Мирного. 630 млн рублей из федеральных вливаний уже направлены в город. Эти деньги пойдут на оплату выполненных строительных работ. Оставшиеся средства будут направляться в Мирный в соответствии с утвержденным графиком финансирования. Осенью пройдет новый конкурс на лучшие эскиз флага города Архангельска, в котором могут принять участие жители всех возрастов. Участникам необходимо будет придерживаться методических рекомендаций Геральдического совета при президенте России и учитывать основные требования к официальной символике. Сегодня Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» представило свое новое издание «Каталог-путеводитель иконы 14-го начала 20-го века». Теперь архангелогородцы могут беспрепятственно путешествовать по экспозиции и фонда музея. Каталог включает в себя описание 115-ти произведений 14-го-20-го веков, которые принадлежат собранию музейного объединения и имеют высокую научную ценность. В книге представлена уникальная коллекция древних северных икон из Каргополя, Холмогор и Сальвучегодска. Популярные изложения об иконах экспозиции, а также те, которые находятся в фондах музея. Очень популярный текст, который будет доступен и школьнику, и студенту, но и тем, кто любит культуру Русского Севера. Архангельским уличным художникам теперь не нужно прятаться от сотрудников полиции. Свои работы они создают вполне легально. Участники творческой группы «Север» и Музеи изобразительных искусств реализовали уникальный пока для Поморской столицы проект. Расписали музейные фасады на площади Ленина-2. Первый раз она взяла в руки баллончик с краской для граффити полтора года назад, а сегодня завершает свою большую уличную работу. Интерпретацию известного полотна Альфонса Мухи «Луна». Мария Крупина, руководитель творческого движения «Север» уверена, расцвечивать город вот так необходимо. Мне нравятся любые позитивные изменения и открытость города к новому. Я думаю, что это только к лучшему. И горожанам это нравится самое главное. Четыре картины, четыре взгляда на классику и авангард. Вот «Мадонна» Сальвадора Дали, а рядом похищение Европы Валентина Серова. А так уличные художники увидели черный супрематический квадрат Казимира Малевича. Музей ИЗО пошел на беспрецедентный шаг. Впервые в истории превратил свои стены в огромный художественный холст. Самое главное, что ребята переосмысливают классические сюжеты, вносят какую-то свою лепту. Иметь такую фантазию мы даже, если честно, не ожидали. Потому что думали, что это будет просто копирование работ, а ребята настолько включились. Сначала художники загрунтовали стены, затем нанесли эскиз и сосредоточились на цветовой прорисовке. На все ушло больше 70 баллончиков с краской. К созданию уличных картин присоединилась и съемочная группа «Автографа дня». Оказалось, что баллончик нужно держать строго параллельно стене и не нажимать на распылитель слишком сильно. У настоящих художников, впрочем, были проблемы совсем иного порядка. Самое трудное – это оценить себя, хорошо ли ты сделал работу. И когда возникает какое-то ощущение недосказанности, недоделанности, вот тут как раз трудность его перешагнуть. Потому что художник должен остановиться, когда он творит. Это самое важное. Иначе можно сделать так хуже. Сейчас художники доводят свои работы до совершенства. Закончат к концу недели. И снова дома. В библиотеке имени Добролюбова прошел творческий вечер актера и режиссера Михаила Логинова. Акосен и Николетта, Хачу-Луну, мой маленький креольчик. Название многих спектаклей Архангельского театра «Кукол» неотделимо от имени этого артиста. Некогда житель Архангельска, теперь главный режиссер Костромского областного театра «Кукол», Михаил Логинов приехал на малую родину, чтобы вновь встретиться с любимым северным зрителем. Ах, если в жизнь была всегда счастливой сказкой, Вы так красивы, господа, снимите маски. С днем библиотек. На творческом вечере «О тех, кого помню, люблю» в тандеме с отцом выступил артист Архангельского областного театра «Кукол» Илья Логинов. В Котласском районе в Созновом Бару прошло традиционное первенство города по спортивному туризму. Это были соревнования, в которых устанавливались личные рекорды. Репортаж из Котласа. Тропа испытаний состояла из пяти этапов, но по туристическим меркам считается короткой и несложной. Это были спуск, подъем, траверс, навесная переправа и проход по параллельным перилам. Главное условие – преодолеть маршрут за минимальное время. Была суперкороткая трасса, и скорости, которые ребята показывали, это просто были запредельные. Потому что пять этапов в пределах двух минут даже не очень подготовленные спортсмены бежали. Требовало большой концентрации и очень больших скоростей. Всего на старт вышли 22 подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Ребята не с улицы, подготовленные, всерьез увлекающиеся спортивным туризмом. Тем не менее, заключительный этап – подвесная переправа, до которой они добрались перед финишем, досталась им нелегко. Струдности были в последнем. То, что надо было закрепляться. Это очень трудно. Абсолютный результат показал Антон Первухин. Он прошел все пять этапов за одну минуту 35 секунд. Любопытно, что повторить его не смогли даже тренеры, которые не ради состязаний, а для поддержания формы, вышли на дистанцию. Те спортсмены, которые победили, они, в принципе, являются основными спортсменами города. То есть, входит в состав как сборной Котласа, так и сборной Архангельской области. Поэтому перспективы есть. Чемпионаты области. Ездим, выигрываем. И там тоже. Организатор соревнований – городская федерация по грибному слалому и спортивному туризму. Сейчас она готовит новые во всех смыслах состязания по грибному слалому. Это гребли на байдарках и каноа. Преодоление размеченной дистанции на время. Городской круглосуточный телеканал ПС продолжает прямые трансляции самых интересных и значимых событий в Архангельске. Смотрите в ближайшие дни в рубрике «Открытый город». 28 мая состоялось первенство области по футболу среди мальчиков 2003-2004 года рождения. 29 мая в 13.50 телеканал ПС покажет прямую трансляцию финального матча и награждение юных футболистов. А в 19 часов любители музыки смогут насладиться творчеством группы «Ла Шу» – легендой архангельского арт-фолка, который по праву может считаться одной из самых ярких и многогранных в северо-западном регионе России. На телеканале ПС состоится онлайн-трансляция концерта из клуба «Колесо», которую можно увидеть и в интернете на сайте правдосевера.ру в окне сетивизор. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 29 мая, доллар США – 34 рубля 49 копеек, евро – 47 рублей 2 копейки. Это была информационная программа «Панорама Севера». После прогноза погоды смотрите программу «В центре внимания». В прямом эфире на ваши вопросы ответит заместитель мэра города Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова. Звоните 639-717. А я, Лен Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Ветер слабый». Днем воздух прогреется до 18 градусов. Ветер умеренный, на небе не облачко. И вечером в Архангельске температура воздуха плюс 12, ясно и ветер слабый. Песня посвящается всем тем, чьи дни насыщены и наполнены атмосферой экзаменов и сессий. «Я у твоих ног, спасибо не говори, в этом тебе помог Бог, его и благодари». Увидимся с вами на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Архангельское телевидение приглашает на работу менеджера коммерческой службы. Обязанности – поиск клиентов на изготовление и размещение видеоматериалов в телевизионных передачах. Оплата труда – сдельная. Требования к кандидатам – образование не ниже среднего профессионального, активность, коммуникабельность, доброжелательность, желание и умение работать на результат. Опыт продаж приветствуется. Резюме направлять на электронный адрес. Кузьмина Собачка, атыкомедия.ру. Факс 2017-65, телефон 639-904. Требуется координатор-продюсер телеканала ПС. Обязанности – сбор информации о происходящих в регионе событиях, организация ежедневной работы съемочных групп телекомпании. Требования – ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, настойчивость, отличное знание компьютера. Приветствуется опыт работы в СМИ. Резюме отправлять на адрес. Работа собака.пс29.ру. На высокооплачиваемую работу приглашается фотограф. Желательно наличие опыта и профессиональные фотоаппаратуры. Обращаться по телефону 8-921-491-2907. В муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» открыта вакансия заместителя начальника отдела автоматизированных систем управления производством. Решение организационно-технических вопросов по направлениям. Скада, КИП, Метрология. Подробности при собеседовании. Телефон 8182-684-661. Негосударственное образовательное учреждение «Школа Ксения» продолжает набор детей с 2 до 17 лет на следующий учебный год. Телефоны детский сад 68 30 91, школа 68 17 57. В парикмахерскую Джоли в гостинице «Двина», проспект Труицкий, дом 52, требуется мастер по маникюру и парикмахер. Опыт работы приветствуется. Телефон 20 15 80 8 911 556.